И всем приветики мои секретики и вы сейчас в моем канале Секреток, и сегодня с вами снова я Силия, и сегодня у нас выходит видео на тему влог, а точнее продолжение нашего предыдущего влога из института. Так что я хочу пожелать вам всем приятного просмотра, но кто еще не видел первую часть, то обязательно посмотрите, она уже есть на канале. Ну а мы не затягиваем, мы уже начинаем, поехали! Серьезно, ты сидишь в телефоне на первой парте? Извините, пожалуйста, я просто... Что? Я вообще сейчас от тебя такого не ожидала. Я больше не буду. Так, пара закончилась, всем спасибо, ребята, готовьтесь, сейчас будете сдавать. Ой, ой, извини, Силия, ничего. Ну что, может сходим за кофе? А то мне как-то пить хочется. Не знаю, можно и сходить. Сейчас у девочек спрошу, может они тоже пойдут. Давай. А, Силия, да? Ты не собираешься сходить за кофе, там может быть перекусить? Сейчас же ровно интервал наших пар. А, точно. Ну, в принципе, да, можно и сходить за кофе. А, что, о чем говорим, ребят? Пойдем за кофе. За кофе? Перекусить, типа? Да, сейчас же длинная перемена. Да, пойдемте, я не против. Ну, тогда супер. Ты же только кофе выпила. Ну, я еще хочу. Понятно. Пойдемте, ребят. Ой, здравствуйте, мы пришли покушать. Ой, перекусить, ребятки, пришли. Ну, выбирайте, что хотите. Я хочу булочку сенабон. И мне, пожалуйста, кофе, как обычно. Я тебя поняла, Силе. Держи. Ой, спасибо большое. Можно я вам завтра денежки занесу? Просто сегодня не с собой. Хорошо. Я так понимаю, у вас всех сегодня не с собой? Ну, да. Угу. Ну, тогда я завтра буду очень ждать и надеяться на вас. Говорите, что вы хотите, ребят. Я тут, Силе. А где Слава? Они предпочли пойти в другое место. Ты их точно не выгнала? Да нет, не выгнала. А в чем проблема, Силе? Я так и не поняла, что ты мне писала на паре. В смысле, это ты начала мне писать? Просто ты пишешь какие-то дурные вещи. Писала про то, что не хочешь, чтобы это узнали все. Что тебе нравится какой-то баскетболист. Так зачем ты мне это пишешь? Я и так это прекрасно понимаю. Ну, просто, мало ли. Ты мне не доверяешь? Да нет. Я не то, что не доверяю. Просто предупредила тебя. Что я не хочу, чтобы кто-то об этом и знал. Об этом никто не будет знать. Но, по крайней мере, я тебе даю слово, что из-за меня никто об этом не узнает, так как я сама скрытность, таинственность. Главное, чтобы эти девочки Мэри и никто другие там не появились. Ну, Вика, ты чего ждешь? Что мы одни там придем и будем сидеть? Ну, конечно. Я реально этого жду, что мы одни там будем. Мы не будем одни. Там будет еще сто процентов куча девочек. Я тебе отвечаю. И, кстати, Мэри, думаю, тоже там объявится. Серьезно? Ну, вот ее я вообще не хочу там видеть. Просто в прошлый раз, когда я ходила с Иви, то там не было никого. А Иви зачем там ходил? Ну, Иви тоже там нравится какой-то мальчик, насколько я знаю. Иви нравится кто-то? Я впервые слышу. Ну, значит, не все тебе нужно знать, Силе. Видимо, Иви решила тебе об этом не рассказывать. Но вы с ним более интересно общаетесь вообще-то. Ребят, вы еще не собираетесь? А что, скоро пора? Ну, вроде как, да. Ну, пойдем. Да, пойдем. Короче, как-то так. Вика, а что у тебя сегодня с настроением? А что-то у меня не так? Ну, это какая-то очень странная. Да, все нормально вроде. Ну, ладно, смотри. Так, ребят, если что, звонок уже был. Предлагаю сейчас выйти. Здравствуйте. Здравствуйте, извините за опоздание. Здравствуйте, извините. Здравствуйте, извините. Мэри, что у нас опять с акцентом? Что значит здрасте, извините? Здравствуйте, извините за опоздание, а не здрасте, извините. Я тебе за это могу сразу автоматом и неудовлетворительную оценочку поставить. Извините, пожалуйста, в следующий раз буду корректнее выражаться. Очень на это надеюсь. Сегодня вы сдаете мне камеру строения. Да, я знаю, что мой предмет у вас длится не совсем много, но он также для чего-то особен в вашем направлении, для сценаристов. Мало ли кто режиссером захочет потом стать, как и дополнительное образование, в принципе. Так что сегодня вы мне сдаете вот эту вот камеру прекрасную. Мэри, с тебя я начнем. Я не учила. Ты реально хочешь получить два? Понимаю, что эта оценка идет в твой диплом. Я тебе все испорчу. Можете, пожалуйста, дать мне шанс? Я выучу все завтра и приду, расскажу. Нет? Выходи сегодня или никогда, все. Я сегодня тогда выйду. Выходи, указка у меня на столе. Возьми. Давай, погнали. Так, ну, значит, здесь у нас фокусировать кадр. Здесь начинается съемка, здесь нужно редактировать. Это зеркало, это штатив. Вот штатив для камеры. Это, чтобы видеть, что ты снимаешь. Это объектив. Это такая длинная штука. Все, садись удовлетворительно. Поставлю тебе. Спасибо. Хотя бы что-то знаешь. Так, сильнее. Так, это у нас идет объектив. Это оптический фильтр. Тут же у нас находится ПЗС-матрица. Также здесь блок оцифровки. Блок сшатия. Здесь же у нас находится внутри центральный процессор. Из него же выходит флеш-память и ОЗУ. Также здесь еще есть процессор изображения. Затем оперативная память. И также интерфейс. Еще здесь идут у нас линзы. Также сенсор изображения, через который мы можем увидеть, в принципе, картинку. И что у нас получается. Ну все, я знаю, что ты все понимаешь. Знаешь, молодец. Или я тебе ставлю зачет. Так. То есть у тебя оценка 5. Молодец. Это был отличный ответ. Посмотрим, что у нас ответит. Тая. Объектив, линза, оптический фильтр, сенсор изображения, процессор изображения, туз, сжатие изображения, процессор, флеш-память, оперативная память и интерфейс. Молодец. Тоже зачет 5. Вика. Вика. А, да. Я тут. Давай говори. Линза. Объектив. Объектив. Такая штука, знаете. Полными вещами называй. Ну, это фокусировать кадр. Ну, как называется. Ладно, поехали дальше. Это... 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 Короче, здесь у нас... Ну, ну, флеш-память, блок сжатия есть, блок оцифировки, оцифровки, центральный объектив. Ты вообще понимаешь, что ты говоришь, садись, два. В смысле? Нет, пожалуйста, нет. Вика, ты ничего не учила. Ты назвала мне только две вещи. Мэри тоже ничего не назвала. А что ты обо мне тут говоришь? Ладно, садись, довольстворительно. Следующий кто? Динь-ди-ли-динь-дом, динь-ди-ли-динь-дом. Своей подруге скажи, чтобы она потом на меня стрелки не метала. Но только благодаря тому, что про меня сказала, получила три, а не два. Что? Ты о чем, Мэри? Да о том, что нечего про меня тут заикаться. Пускай своей жизнью живет. А ей самой слабо сказать было? Стой, стой, Мэри. Давай, скажи это в лицо. Что мне говорить? Мне нечего говорить. Вика, подожди, тебе тут кое-кто хочет кое-что сказать. Давай я твои вещи пока что соберу. Ну, ладно. Что ты хочешь, Мэри? Я? Ну, говори. Я тебя слушаю. У меня со слухом не все в порядке, или ты просто молчишь сейчас? Сказать нечего? Просто хотела сказать, чтобы ты за счет меня в следующий раз не выезжала. Благодаря мне получилось сегодня три. Чего? Ты что, смеешься? У тебя ответ был хуже, чем у меня. Но при этом тебе хотели два поставить. А ты знала, что только из-за твоего папочки тебя здесь сдержат еще? Нет? Разве не так? А зачем ты про меня заикаешься? Поставили бы тебе два, но выучила бы, пересдала. Нельзя здесь пересдать, если ты не слышала. А я нормально ответила. И не лезь в мою жизнь. Это моя жизнь и мои правила. И мне решать, как отвечать, что учить и о чем говорить. В мозг мне не влезай. Лучше у себя пока что в голове разберись сначала. Свободно. Хорошо. Я тебя поняла. Что ты сказала, Вика? Все как нужно. Ну смотри. А может сейчас сходим погулять все вместе? Нет, извини, Слав. У нас сейчас другие планы. Да? А что, куда вы идете? Мы идем на баскетбол. Ну, что вы, вы баскетболистки, типа? Нет. Просто потом расскажу, окей? Ну ладно. Давай пока. Пока. На этом в секретике наш видеоролик сегодня из института подошел к концу. Если вы хотите увидеть следующую часть, где мы пойдем с Викой на баскетбол и узнать, что там будет, то обязательно подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Но если вам понравился этот видеоролик, то поставьте лайк. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике.